Привет, это канал I Like Pet, я Таня. За окном уже совсем холодно, зима не за горами. А значит, пора подумать о теплой одежде для лающих питомцев, ведь прогулки на улице еще никто не отменял. В этом выпуске мы рассмотрим основные типы собак, которым обязательно нужна одежда для выгулов зимой. Но прежде чем мы начнем, я попрошу вас подписаться на наш канал, так вы не потеряете нас и всегда сможете смотреть видео о животных, у нас много интересного. А еще можно нажать на такую кнопку в виде колокольчика, тогда вы сможете самыми первыми узнавать о новых видео на нашем канале. Только убедитесь, что в настройках вашего смартфона разрешены уведомления от приложения YouTube. Это можно проверить в разделе приложения, который находится в настройках вашего телефона. Одежда для собак это не просто желание хозяев украсить питомцев. Холодное время года для некоторых лающих это настоящая необходимость. Кому зимой холодно и нужна теплая одежда? Каким собакам выходить без куртки на холод нельзя? Давайте рассмотрим основные типы лающих, которым обязательно нужна одежда для прогулок зимой. Первый тип собаки декоративных пород. Представители этой группы, как правило, не отличаются большими размерами. А как известно, чем меньше собака, тем она более восприимчива к холоду. Кроме этого, декоративные породы очень часто нуждаются в стрижке и тримминге. Эти процедуры нередко нарушают терморегуляцию в организме животного, что еще раз доказывает важность одежды для представителей этого типа. Породы собак с короткими лапами. Второй тип. Вельшкорги, таксы, вестхаленд, уайттерьеры и другие лающие этой группы нуждаются в одежде зимой из-за особого строения тела. Корпус у этих собак из-за коротких лап находится очень близко к земле и зимой может переохлаждаться. Теплая одежда поможет избежать проблем. Экзотические породы собак из жарких стран. Третий тип. Мексиканская голая собака, китайская хохлатая фараонова собака. Подобные породы не приспособлены к низким температурам и снегу. Для них прогулки зимой без одежды реальная угроза здоровью. Охотничьи породы собак. Четвертый тип. Этих лающих хозяева часто выводят в лес побегать и поохотиться. Одежда нужна представителям группы, прежде всего, как защита от ран, царапин, снега и грязи. Некоторым охотничьим собакам она также нужна, как те по защиту. Например, у тайских риджбеков очень тонкая кожа и без специального комбинезона выходить на улицу в холод им некомфортно. Беременные и кормящие собаки. Пятый тип. Лающим во время беременности и кормления щенков необходим особый уход, ведь их организм переживает серьезную перестройку. Позаботьтесь о здоровье будущих и настоящих мам ваших щенков. Не выходите с ними на холод без специальной одежды. Шестой тип. Пожилые собаки. С возрастом иммунитет у лающих снижается и терморегуляция ослабевает. Одевая пожилую собаку на прогулку, зимой вы помогаете ей не простыть и не переохладиться. Если ваша собака относится к одному из перечисленных типов, не забудьте купить ей теплую одежду, ведь именно от заботы хозяина зачастую зависит здоровье питомца. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!